Дородицкий, всем хорошего настроения, давайте болеть за сборную России. Владислав Ларин, человек, который выиграл в прошлом году в мае месяце в Монтре, в Швейцарии, чемпионат Европы. И после этого очень резко пошел в гору по рейтингу в турнирной таблице WTF Всемирной Федерации Тхэквондо. Теперь с нынешних пор, с этого июня, получившее название просто World Taekwondo, то есть без буквы F в конце. Так вот, Владислав Ларин у нас находится уже в первой пятерке мирового рейтинга и теперь дорога на Олимпийские игры для него уже более открыта, чем это было с Рио-де-Жанейро, где просто физически Ларин не успел набрать квалификационные баллы и отобраться на Олимпиаду и в силу возраста, недавний юниор. Теперь это уже настоящий лидер нашей команды в отсутствие Алексея Денисенко, пожалуй, действительно номер один в нашей сборной. Мы желаем удачи Владиславу Ларину. Соперник по полуфиналу выходит сейчас на зеленый корд арены Т1. Это южнокорейский хэквондист Кью Дон Ин, который очень уверенно прошел квалификационные соревнования накануне. Вот успехи Ларина. 21-6, 24-22-7. Всех безоговорочно сильнее был наш спортсмен. И я напоминаю, что по правилам проведения чемпионатов мира две бронзовые медали, соответственно, Ларин уже гарантировал себе бронзу. Стоит напомнить, что Владислав Ларин на прошлом чемпионате мира, который состоялся в Челябинске, венесуэлица Родригес будет центральным реферем. Так вот, Ларин на прошлом чемпионате мира в столице Южного Урала в Челябинске завоевал бронзовую награду. Так что Ларин как минимум повторил свое же достижение двухлетней давности. На два года, полтора даже старше Ларин своего соперника. Но не в этом дело. Южнокорейские спортсмены здесь возраст никакого доминантного значения не имеют. Они, во-первых, выступают дома, на родине Тхэквондо, а во-вторых, в любом возрасте спортсмены настроены исключительно на победу. Южнокорейские спортсмены всегда были лидерами почти во всех весовых категориях. В 90-х, я вам рассказывал, просто никто не мог подобраться к ним близко. Но потом европейские команды, кто-то за счет приглашения корейских тренеров, кто-то за счет своих собственных возможностей, научился давать бой, сражаться с корейцами. И, вы знаете, сейчас уже корейцы побаиваются многих звезд из Европы. Но, в частности, фаворитом и у букмекеров, и у специалистов в этом полуфинале значится человек в синем протекторе. Он из России. Это Владислав Ларин. И первый раунд начинается, как всегда, две минуты, три раунда. В случае ничейного счета назначается дополнительный четвертый. По новым правилам Тхэквондо удары теперь более результативные. По очкам, по жилету, если попадаешь ногой, два очка. С разворота три, в голову три. Удар рукой стал цениться выше. И смотрите, как активно начал как раз соперник Ларина в первом же своем движении. Он атаку провел сначала с использованием левой ноги, правой опорной, а потом еще и рукой добавил строго по центру жилета. И так выросло преимущество в три очка. Не очень удачное начало, честно вам скажу. Но Ларин опытный мастер. Все впереди. Я напоминаю всем любителям Тхэквондо, в частности, поклонникам сборной России, что на нынешнем мундиале 2017 года у сборной России к сегодняшнему соревновательному дню, предпоследнему, три награды. Две серебряные медали авторства Татьяны Кудашовой из Челябинска и петербуржца Михаила Артамонова, что случилось накануне в средних весовых категориях. И самое главное, наш триумф, это Максим Хромцов до 74 килограммов во второй день соревнований. Он принес сборной России золотую медаль, историческую медаль. Такого достижения еще никогда у наших мужчин не было. Была золотая Ольга Иванова в 2013-м среди женщин, но вот мужчины так высоко еще никогда не забирались. И Максим Хромцов настоящий герой. Конечно, все ждут его в Москве с этой медалью. Будет пресс-конференция в ТАСС 5 июля. Туда Максим Хромцов вместе со своим тренером обязательно привезет главную награду, добытую в далекой Южной Корее. Но это счастье у нас впереди. А давайте посмотрим и попереживаем за Ларина, которому очень тяжело дается первый раунд. Он практически уже завершается 10 секунд до конца. И счет не в пользу россиянина. Все-таки вот с левой опорной правой бьющий как-то читает кореец все атаки Ларина. И то, что получалось у Владислава в предварительных соревнованиях в одной 16-й, 8-й и 1-й четвертой финала, соответственно, здесь не проходит с корейцем. Послушаем тренера. Если нам дадут такую возможность, нет. Повторы показывают ту результативную атаку корейца, которая в дебюте первого раунда была. И ногой, и рукой задел по жилету. Электронная система судейства отработала четко. И Владислав Ларин проигрывает 0-3 после первого раунда. Все спокойно. Здесь тренер дает такие легкие наставления. Все ли понял, спросил у Владислава. Тут да-да. Чувствует себя хорошо. Сил предостаточно. Просто тактически нужно немножко поменять ход этого поединка. Включить скорость против корейца именно так, я думаю, стоит действовать. Во-первых, корейцы сами скоростные спортсмены. Но когда против них их же оружием работают, они это очень не любят. И часто начинают нервничать. Поприветствовали вновь друг друга Владислав Ларин и Кью Дон Ин. И мы слышим, что приятно в Муджу, в Корее. С трибун российские голоса, крики «Россия, Россия». Поддержка очень хорошая у сборной России. И тренеры там, и медперсоналы, и спортсмены, кто выступал, и кому еще предстоит выйти на зеленый корт. Арена Т1. Все поддерживают сейчас Владислава Ларина. Судья из Венесуэлы призывает активнее вести этот бой, иначе будет предупреждение. А я вам напоминаю, что с этого чемпионата мира предупреждения моментально превращаются в набранные очки. То есть, системы карточек уже нету. Когда очко выдавалось соперник только после двух нарушений оппонента. Теперь сразу это, неважно, падение, выход за пределы зеленой зоны, удар в неразрешенную зону. Сразу балл сопернику. И вот именно так свой четвертый балл набрал кореец. Да, непростая ситуация для Ларина. Вот опять же, мы аналогию с Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро проводим. Не только потому, что корт там тоже был зеленого цвета, как и здесь в Корее. А тогда просто Алексей Денисенко, лидер нашей мужской сборной, в итоге ставший серебряным призером Олимпиады. Тоже историческое достижение для нашей мужской команды. Так вот, там великолепно все свои поединки выиграл у всех звезд мирового тхэквонду Алексей. Но потом была большая пауза, и это немножечко выбило из колеи Алексей Денисенко. И он не смог провести достойно финал, как, наверное, нам хотелось, и проиграл Абагаушу из Иордании тогда. Сейчас Ларин в такой ситуации. Ларин открывает счет своим очкам. Молодец, пошел на риск. Пытался Кореец его с дальней ноги, как говорят хэквонду, достать. Но Ларин полез, и все-таки удача любит трудолюбивых. 2-4 гораздо лучше, чем 0-4. Это важный шаг вперед в концовке второго раунда. Рукой здесь Кореец идет и снова достигает цели 5-2. Вновь разница 3 очка. 5-2 после второго раунда. Так вот, я продолжу. Денисенко перегорел немножко к финалу. И чувствуется в такой же ситуации Ларин. Все свои поединки он достойно с разгромным счетом выиграл накануне. Была пауза, прошла ночь. И настроиться на первый же бой против такого сильного соперника, как Кьюдон Инн, может быть, так хорошо, как хотелось бы самому Ларину. Он не смог. Но в любом случае, позади 2 раунда и впереди еще третий. А мы знаем, что все можно решить и за 10 секунд в Тхэквондо, а тут целых 2 минуты. Поэтому пока паниковать не стоит. Да и вообще не стоит паниковать. Владислав Ларин очень спокойный, рассудительный и стрессоустойчивый спортсмен. Интересная жидкость там в бутылочке у корейца. Конечно же, это яблочный сок. Но, как правило, спортсмены предпочитают обычную минеральную воду. Вот так вот по-свойски давай тренер Владислава Ларина, который у нас представитель Карелии, настраивает Владислава на решающий бой. Действительно, отступать некуда. Ларин идет слева рабочей ноги и достает корейца прекрасно правый. Еще так же, так же добавить Владислав. Совершенно другой Тхэквондо. Корейц испугался. Вы помните, в первом раунде именно так на Ларина сам Кьюдон Ин полез и дошел до цели. А сейчас Ларин первым же движением правой ногой легко цепляет по жилету. А сейчас на голову увешает атаку, добавляет левых. Хорошая, хорошая вот сейчас пошла динамика у Владислава Ларина. Чувствуется, есть у него запас в силах. Нужно сейчас решать судьбу этого полуфинала. Все можно сделать одним ударом. Если Ларин его произведет, он станет победителем. Отставание в одно очко, это очень удобный счет для человека, кто проигрывает. Потому что первое же попадание станет решающим. И это происходит, правда, не в концовке все-таки третьего раунда, а на экваторе. Но уже приятная картина. Впервые в этом полуфинале российский Тхэквондист вышел вперед против корейца. 6-5. Ларин нашел, похоже, ту слабую сторону соперника, в которую нужно направлять вектор своей атаки. Это все-таки правая вот Ларина фланга. Корейцы тяжело дышат. В первых двух раундах отдал много сил. А ведь надо уметь эти силы распределять. Тем более на таком уровне, как чемпионат мира. Ларин держит на дистанции правой ногой, не подпускает к себе корейца и добавляет сам в контратаки. Россия, Россия. 30 секунд до конца полуфинала. И вновь корейец своей рукой в третий раз достает пожалет. Вот с этим оружием, таким козырем. Корейца не может справиться никак, как Ларин. Но ничего страшного. 6-6. Да, какой же напряженный у нас бой. Первый же бой этой нашей прямой трансляции заставляет нас понервничать. Действительно, Владислав Ларин делает все, чтобы выиграть этот бой. Кореец не сдается. Вновь полез вперед. Ларин добавляет левой ногой. И попал. Нет. Нет, к сожалению, не попал. И мы с вами станем свидетелями золотого раунда. При счете 6-6. Борьба пойдет уже до первого точного попадания. Здесь неважно, куда будет зачетное очко сделано. Либо по жилету, либо по голове. Вот такой вот непростой бой для Владислава Ларина. Он вел в счете 6-5. Но три удара из шести очков. Это удары рукой от Кью Дон Ина. Стоит задуматься. Все-таки корейцы мастера прыжков. Работы с вращением. Круговых ударов. А вот здесь все рукой. Видимо, подготовились к Ларину. Потому что... Тренер говорит о том, что все-таки держать на дистанции и готовить удар стоит Ларину. Но именно эта тактика принесла плоды нашему спортсмену в третьем раунде, который он, собственно, выиграл и отыгрался после двух неудачных для себя раундов этого полуфинала. Ну что ж, золотой раунд. Четвертый полуфинал чемпионата мира. Весовая категория до 87 килограммов. Владислав Ларин, Россия. Кью Дон Ин, Южная Корея. Россиян в синем протекторе, кореец в красном. Все боятся рисковать. Кореец полез, но Ларин вовремя ушел. Еще раз кореец опасно идет. Ларин добавляет. Нельзя выходить за пределы корта. Будет штраф. Ларин бьет правой ногой через спину. Тоже мимо. Как все напряженно. Не подпускать корейца. Ларин тут уже начинает немножечко... Торопиться. Ведь можно еще не зачетным очком. Вот сейчас было касание рукой пола. Две руки коснулись. Штраф 1-0. По нарушениям. Если так раунд и закончится, то победителем сделают нашего спортсмена. Рукой теперь отвечает Ларин. Ох, как все. Как все непросто. Кореец совершил штрафное очко. Он коснулся двумя руками пола. Но нужно все-таки выжать максимум из этой ситуации Владиславу. Есть у него силы, есть хорошая тактика ведения и опыт выступления в золотых раундах. Ларин добавляет с разворота. Вот так вот. Браво, Владислав. Победа. Победа. Это победа. Во-первых, кореец сам ошибся. Потому что спину подставлять такому мастеру, как Ларин, нельзя. Ну и понятное дело, что Ларин своей длиннющей ногой... Он сейчас спросил, все ли в порядке. После падения было ощущение, что иногда он даже отправил Владислав своего соперника. Очень красивая победа. Да, эмоциональная, сложная. Но по атакам, конечно же, Владислав Ларин победил своего соперника. Он ногами мастерски работал. И больше в его арсенале было приемов, нежели у соперника. Соперник разве что рукой. Очень здорово Ларина три раза оборону прошил. Владислав Ларин у нас выходит в финал в этом весе. И, значит, гарантирует нашей сборной третью серебряную награду. Но мы об этом и слышать не хотим. Мы ждем от Владислава Ларина только победы. Видите, кореец полез уже с дальней ноги. Не удержал равновесие. Ларин его наказал за это. Отличная победа. Итоговый счет этого боя. 8-6 в пользу «Россиянина».